Михаил Ефимович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о цели вашего визита в Армению. Я приехал в Ереван для рабочих встреч с членами правительства. Сегодня у меня была встреча с министром науки, образования, культуры, спорта и по делам молодежи господином Доманяном. Встречался я сегодня с президентом Академии наук, заместителем министра иностранных дел. Вот только что закончилась встреча с президентом Республики Армения господином Саркисяном. Сейчас после нашего разговора я поеду в парламент для встречи с вице-спикером и с председателем комитета как раз по культуре, науке, образованию и гуманитарным вопросам. А завтра у меня еще будет встреча с руководителем аппарата, премьер-министром и с вице-премьером господином Григоряном. Речь идет о достаточно широком круге вопросов, связанных с гуманитарным сотрудничеством, сотрудничеством области науки, образования и культуры. В этом году, 21 числа, не мне вам рассказывать, Армения отмечает 30-летие независимости. В следующем году мы будем отмечать 30-летие дипломатических отношений новой России и новой Армении. Предполагается целый ряд мероприятий, дни культуры, стран друг у друга. И господин президент поделился своей идеей провести в России саммит оф майнд Армении, который в октябре сейчас будет проводиться в Дилижане. Ну и, повторю, речь шла о самом широком круге вопросов гуманитарных, включая проблемы защиты культурных ценностей, которые неизбежно возникают, когда заканчиваются военные конфликты. И это тоже проблема одна из самых серьезных. Ну и, к счастью, мне вот довелось побывать здесь, в этом прекрасном месте, в Доме русской книги, который официально откроется, как я знаю, послезавтра. Но уже сейчас понятно, что он будет представлять собой такой важный центр и важное место встречи армянских читателей, ереванских читателей с русской книгой. И я надеюсь, что здесь будут проводиться разного рода мероприятия, которые привлекут внимание ереванцев. И встречи с российскими и армянскими писателями, дискуссии, встречи с ректорами. На открытие приезжают серьезные представители образовательных учреждений России, включая такую важную структуру для нас, как Яндекс. Словом, то, что уважаемый меценат армянский сделал такой вот центр, мне кажется, это очень важно. Еще вот есть несколько вопросов, которые беспокоят общество. Первый вопрос – это то, что европейские и американские структуры активно вливают сюда деньги для работы с молодежью. И, к сожалению, их проекты как бы на виду, на слуху, а российские проекты как-то не особо общество узнает о них. Будут ли российские проекты более активны в этом плане? Ну, вы знаете, дело в том, что у американцев, у европейцев нет других инструментов, кроме финансовых, которые они предлагают. И это естественно, потому что в советское время они не работали в Армении, и это происходит только последние 30 лет. Все-таки у нас с Арменией, с армянским народом давняя история отношений. И мы жили в одной стране, у нас есть много общего в историческом плане. Есть память о Великой Отечественной войне, есть память об общих победах. Я сегодня был когда в Академии наук, мы вспоминали как раз о совместных разработках в целом ряде областей науки, которыми занимались армянские, российские, белорусские ученые, украинские. Это была одна страна. Поэтому мы, мне как мне представляется, мы не можем, и вряд ли имеет смысл работать так же, как наши американские и европейские коллеги. Но с моей точки зрения, конечно же, для нас важно, чтобы те проекты, которые осуществляют Россию в Ереване, были более видимыми, скажем так. Ну, вот этот дом, это один из примеров. Я понимаю, что это такого рода событие, связанное не только с государственным участием, но и прежде чем с государственным участием в этой частной инициативе, тем она ценнее. Но, поверьте, я думаю, что много проектов, которые будут реализованы, и форум российско-армянской молодежи, и мы наметили ряд таких соображений, ряд проектов с нашими коллегами в Министерстве культуры, науки и образования, которые будут проводиться, и разного рода молодежные встречи. И главное, что мне кажется, нам очень важно, чтобы армянские молодые люди имели возможность шире знакомиться просто с тем, что происходит в России. Мне кажется, что одна из, может быть, наших недоработок состоит в том, что сегодняшняя армянская молодежь просто плохо представляет себе, что происходит в нашей стране, потому что пресса затрагивает, как правило, политические аспекты те или иные, а на самом деле в России широкое поле для различных стартапов. В России работают многие армянские ученые, и я думаю, что молодые, в том числе ученые. Я думаю, что эта площадка возможностей будет расширяться. Мне кажется, что это самое главное, чтобы армянские молодые люди почувствовали, что Россия – это страна возможностей, скажем так. Но вы правы, наши коллеги американские и европейские умеют делать видимыми проекты. Ну, будем учиться. И еще один вопрос по поводу информационной политики. К сожалению, многие русскоязычные газеты в Армении закрываются, сокращаются тиражи. Об этом говорилось не раз на Лазаревском клубе, но продвижения в этой области нет. Есть ли какая-то информационная политика по поддержке русскоязычной прессы за рубежом? И еще вот такой вопрос, например, Ростелеком, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний, она, например, в своей сетке вещаний имеет такое, как «Радио Свобода». Есть ли какая-то информационная политика, чтобы запретить, например, чтобы русский бизнес включал бы такие программы свои? Ну, начнем с того, что мы живем в свободных странах в свободное время. В данном случае, если Ростелеком транслирует, или по сетям Ростелекома транслируется то или иное радио, это регулируется не российским законодательством, а армянским законодательством. Мы начнем с этого. Мы в данном случае бизнесу запретить ничего не можем, мы можем только рекомендовать. У нас есть свое законодательство, по которому, скажем, и «Радио Свобода», и «Би-Би-Си», и целый ряд других средств массовой информации квалифицируются как иностранные агенты. Вот это то, что мы сегодня делаем в России, и чтобы публика, который использует информацию из этих СМИ, и смотрит эти СМИ, читает эти СМИ, они знали, что ее авторами являются иностранные агенты. А присвоить тому или иному средству массовой информации такой не самый почетный титул нежелательной организации, это более сложная и непростая юридическая коллизия, которую мы в России употребляем. Но это относится скорее к неправительственным организациям, крайне редко к медийным структурам, потому что мы заинтересованы в частности и в том, чтобы российские СМИ могли присутствовать на зарубежных рынках. Для нас это тоже важно. Надо сказать, что в Европе и в Америке достаточно жестко ведут себя в отношении российских СМИ. Мы все это отслеживаем, стараясь давать такие симметричные или асимметричные ответы. Что касается поддержки русской прессы. У нас есть ассоциация русской прессы, русскоязычной прессы, которая работает в таком международном масштабе. Ее руководителем, президентом является Виталий Никитич Игнатенко, который был долгое время генеральным директором телеграфного агентства ТАСС. И он сегодня генеральный директор нашего общественного телевидения России. Она работает, но вы должны понять только одну очень деликатную вещь. Если мы начнем из России поддерживать русскоязычные СМИ в Армении таким прямым, простым путем, то мне будут задавать такие же вопросы, и не только мне, какие вы мне задаете в отношении Радио Свободы. будут говорить о том, что Россия вмешивается во внутренние дела Армении, поддерживая из Москвы российские печатные издания. Мы по-другому несколько сегодня ставим вопрос. Мы говорим о том, что нужно, как нам кажется, изменить статус русского языка в Армении, нужно расширить возможность изучения русского языка, нам нужно сформировать потребителя. Грубо говоря, если будет достаточное количество армянского общества, которое будет говорить по-русски, читать по-русски и так далее, то это само по себе повлияет на русскоязычную прессу. Потому что это более такой сложный, может быть, более длительный путь, но с моей точки зрения он более корректный в отношении просто армянского общества. Потому что, опять же повторю, если Москва будет поддерживать напрямую русскоязычные газеты в Ереване, то мы придем к весьма таким непростым коллезиям. Мы заинтересованы, конечно, в сохранении русскоязычной прессы в Армении. Она всегда была качественной, она всегда привлекала внимание. И есть какие-то инструменты, повторяю, ее поддержки, но они скорее непрямые, я бы так сказал. Ну, есть разные возможности. В Армении не очень большой рекламный рынок, скажем, но если газеты русскоязычные зовут за счет рекламы, то это тоже один из инструментов поддержки, может быть, русскоязычных СМИ. Другой вопрос, что вообще рынок печатных СМИ сегодня находится в сложном положении. Он находится в сложном положении и в России, потому что целый ряд изданий, в общем, закрываются так же. И это, к сожалению, общая тенденция. Люди переходят на электронные версии тех или иных газет. Я сам, к сожалению, да, я люблю взять газеты в руки, но в последнее время я читаю газеты только в интернете. Это неправильно, это плохо, но это именно так и никак иначе. Поэтому наши многие издания сохраняются только в электронной версии. Ну, а потери, к сожалению, большие. Вот, например, сейчас уже год, почти 9 месяцев, да, не выходит журнал «Огонек», например, журнал, который имеет 120-летнюю историю, и он был всегда символом и флагманом русской журналистики в России. Закрылся, большая проблема у толстых журналов, ну и так далее, и так далее. Печатные СМИ, к сожалению, сегодня не выдерживают конкуренции. Я не уверен, что это будет всегда, потому что в ряде стран, таких очень продвинутых в сфере электронных СМИ, ну, например, в Японии, да, тем не менее тиражи газет пока еще сохраняются. Похожая ситуация в Великобритании, но тенденции плохие. В отношении печатных СМИ тенденции плохие. Закрывается глянец тоже, хотя глянцевые журналы, рынок глянцевых журналов пока еще держится. Извините, что я так долго отвечаю на ваш вопрос, но, повторю, это не самая простая история на свете. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!